Больше 20% граждан, находящихся за чертой бедности, не получают никакой помощи от государства, говорит Кудрин. Вышка добавляет, семьи без детей за время пандемии обеднели вдвое. Те, у кого есть дети, остались на плаву благодаря пособиям. Из новых данных Росстата следует, из-за инфляции реальные пенсии сократились впервые с 2016-го. Средний пенсионер сегодня живет на 520 рублей в день. Глава конфедерации труда Шейн заявил, пенсионная реформа провалилась полностью. Запасов сахара у торговых сетей осталось на две недели, пожаловались известием владельцы магазинов. Причина – после заморозки цен поставщики отказываются продавать сахар, цепочки поставок разрушены. В ФАС и Минсельхозе все отрицают, дефицита нет и не предвидится. В Союз Россахаре говорят, это сами ритейлеры создают искусственный дефицит. Центробанк с сегодняшнего дня разрешил снова выселять должников из квартир. Речь пока о тех, чье жилье уже подлежит конфискации. Таких квартир по стране примерно 17 тысяч. Послабления по кредитам будут действовать до 1 июля. За год почти 3,5 миллиона человек попросили банки пересмотреть условия займов. Справедливая цена на 92-й бензин, по мнению Минэнерго, больше 50 рублей за литр. Это примерно на 5 рублей выше, чем сейчас на заправках. Топливо было бы дороже, если бы не вмешательство государства, говорят в министерстве. С начала года бензин в стране подорожал в среднем на 3%. Минфин объявил о планах продать ОФЗ на триллион рублей за второй квартал. Избыточная доходность поможет найти спрос, уверены в министерстве. А если не будут покупать, помогут госбанки, пишет Блумберг. С конца февраля иностранцы продали гособлигации на 140 миллиардов рублей. Губернаторы просят у Путина денег, чтобы перекредитоваться. Некоторые регионы, по данным счетной палаты, уже на грани долговой пирамиды. Путин ответил все из-за того, что вместо бюджетных кредитов региональные власти брали коммерческие и тем самым загнали себя в ловушку. И предложил самих губернаторов поместить в соответствующую ловушку. Кого именно, не уточнил. Минфин заявил, что готов заняться реструктуризацией региональных кредитов. В Госдуме не торопятся принимать закон об ответственности депутатов за выполнение предвыборных обещаний. Как выяснил коммерсант, документ утонул в бюрократической волоките, а многие депутаты даже не участвовали в его обсуждении. Единороссы сообщили, возможно, что-нибудь конкретное представят на следующей неделе. У бывшего прокурора подмосковных раменок Тамбулова нашли незаконно нажитого на 750 миллионов рублей. Прокуратура требует изъять 268 квартир, домов и участков, принадлежащих экс-прокурору. В Алтайском крае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана представитель губернатора в Заксобрании Штань, а в Москве задержан глава департамента Минпромторга Серватинский. Статья «Превышение полномочий». Прокуратура решила проверить, кто отремонтировал мемориал на Аллее Славы в Катайске Курганской области. Борельеф, установленный в 1973-м, обезобразили до неузнаваемости. В городадминистрации уверяют, что в этом году все восстановят. В Челябинске работники агрокомплекса Чурилова, бывшего совхоза Тепличный, с забастовками и обращением в прокуратуру смогли вернуть себе 15 миллионов рублей. Долг по зарплатам копился с начала года, а по словам сотрудников, тех, кто первым об этом начал писать в соцсетях, уже уволили. Руководству по итогам прокурорской проверки вынесли предостережение. Байден решил стать Рузвельтом и потратить больше двух триллионов долларов, чтобы выиграть конкуренцию с Китаем. Деньги пойдут на строительство и ремонт дорог и мостов, расширение программ медицинской и социальной помощи и создание рабочих мест. Больше четверти всей суммы, 580 миллиардов, пойдет на науку, развитие полупроводников и чистой энергетики. Китай, по мнению Байдена, главный мировой правонарушитель из-за его подхода к экономике и торговле. Франция снова ушла в полный локдаун, он продлится месяц. В Германии ассоциация реаниматологов требует того же, но Меркель отвечает, экономика важнее. На заводе в США испортили 15 миллионов доз вакцины Джонсон и Джонсон, инженеры не так смешали препараты. Кредит СВИС оценил уровень доверия к вакцинам. Среди восьми крупнейших развивающихся стран Россия на последнем месте – 38%, в Китае – 90%, в Бразилии – 80%. «Мьянма на пороге гражданской войны», заявляют в ООН. «Военные не способны управлять страной, мир с тревогой наблюдает за происходящим, и совбез должен вмешаться», – написала спецпосланник ООН по Мьянме Бургинер. С начала конфликта там погибли по меньшей мере 520 человек. В Тбилиси закидали яйцами отель, где остановился Познер. Причина – его высказывание о том, что абхазы никогда не хотели быть в составе Грузии. Итог – Познера оштрафовали за нарушение антиковидных мер и под прикрытием полиции отправили в аэропорт. Премьер Гарибашвили заявил, все это происки Саакашвили, который пытается подорвать международный имидж Грузии. Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявил президент информационного центра премии Тютюнник. По его словам, кто выдвинул, неизвестно, но, скорее всего, представители Норвегии за вклад в поддержание мира в Чечне. В списке номинантов, помимо Кадырова, Трамп, Навальный, Байден, Путин, Нетаньяху и движение Black Lives Matter.